К врачам стали приходить первые пациенты с признаками сезонной аллергии. Часто в симптомах непросто разобраться. Люди, которые сталкиваются с аллергией впервые, не могут понять, что происходит. Простуда или весенний витаминоз? Алиса Плахова продолжит. Заложенный нос, першение в горле – общая слабость. С такими симптомами столкнулась Вика. Накрыла ее ночью. Что происходит, Вика не понимает. У меня начались слезицы глаза, очень першило горло. Это вот ночью, вот почему-то ночью. Потому что я, наверное, купила вчера цветы, поставила их возле себя, и у меня начало першить горло. Насморк, почему-то вот забитый такой нос. Именно насморка нет, но он забитый. Вот так симптомов особо-то и нет. Обычно у меня такого никогда не было. То есть это впервые? Да, это у меня вот впервые. К врачу уже успела обратиться? Нет, еще не успела. Вика не одинока. Такие пациенты в поликлиниках сейчас обычное дело, говорят врачи. Тех, кто приходит то ли с простудой, то ли с вирусом, в день от трех до десяти человек. Специалистам приходится разбираться. И часто диагноз бывает неожиданный – сезонная аллергия. Часто пациенты бывают немножечко запутанные, и они, может быть, даже как-то путают какую-то сезонную слабость, может быть, какой-то поленоз, аллергические реакции с какими-то проявлениями ОРВИ. Есть симптомы, которые отличительны только для аллергии. Например, светобоязнь, зуд в носу, в носоглотке, глазки чешутся, такое-какое-то всё, вот такое немножко зудящее в организме, и покраснение глаз, и водичка с носа течёт. От них прибегают, думаю, что у них ОРВИ. А на самом деле, когда ты уже опросишь, спросишь пациента, мы делаем заключение, что у вас нет температуры. Это вот начинаются такие признаки сезонной аллергии. Для аллергиков всё только начинается. По словам врача, настоящий наплыв пациентам впереди. На улице потеплело, и скоро начнут свисти берёза, тополь, полевые травы. К середине июля зацветёт главный бич аллергиков – амбрузия. Может быть, и по 15 человек, и по 10 человек обращаться. А некоторые просто готовы, они знают, что у них начнётся это. Поэтому они принимают препараты, которые им назначили, чтобы как-то себя немножечко же придержать. Заранее принимают антигистаминные препараты. А тех, кого непонятные симптомы накрывают впервые, врачи предупреждают. Весенняя аллергия – это не только процветение. Чесаться, чихать и чувствовать слабость может каждый. Кто плохо питается, мало спит и много нервничает. В итоге падает иммунитет и нападает аллергия. Поэтому важно вести здоровый образ жизни и при любом недомогании сразу обратиться к специалисту.